Девушки отдыхают На две недели у вас свой дом, только в вашем пользовании Не надо ни с кем делить ванну или делить тостер, ничего, надо, ноль Вы хозяйка своих владений Мой племянник узнал про этот район по компьютеру Племянник? Миссис Дарби Он говорит, в этом квартале живут одни черные Производство From Out of Nowhere Вы правы Вы правы Дом в довольно бедном квартале, в основном там черные И знаете, я рад, что вы узнали, честно Иначе я бы сделал то, чего потом бы стыдился А именно, что продал вам этот таймшер Там вам было бы страшно Но еще бы не было Конечно, было бы Было бы Мы оба знаем Я понимаю, что могу показаться расистом Черные парни Любят белых женщин Любят Уж не знаю, в генах ли дело Или общество виновата Можно вечно спорить о природе и воспитании Но наукой доказано, что черные парни не могут насытиться белыми женщинами Думаю, что и в вашем возрасте нельзя избежать приставаний Нет, мэм Этим здоровым черным самцам все равно Молодая вы или старая Тощая или толстая Здоровая или ниже колен у вас два сморщенных огрызка Им нужна ваша плоть И не жаждут ее Сказать по правде Я сам частично черный Не будь я женат Я бы прямо сейчас набросился на вас и отделал по собачьи Представляю вас там Совсем одна В большом доме Утопая в море Черных членов Я беру Мудрый шаг Поставьте свою закорючку, где пунктир Вам туда нельзя Прошу Стэн Минтон Я займусь вами через минутку Подписывайте Стэн Минтон Вы арестованы за мошенничество Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде Это недоразумение Подписывайте Подписывай, белая, язовель Я позвоню Мэллу Вы об этом пожалеете Звони об атаку Мадам Форман, вы вынесли вердикт? Сильвер Нитрейд Филмс и Чикаго Энтертеймент Партнерс представляют Да, Ваша честь Передайте Бейлифу Подсудимый, прошу встать Мадам Форман, каков ваш приговор? Мы, суд присяжных, считаем подсудимого виновным Что? Спасибо, мадам Форман Нет, стерва Умоляю Тише, тише Вынесение приговора завтра в 10 утра Большой Стэн Какого черта? Что это было? Мы проиграли Нет, не я Ты адвокат Ты проиграл Но мне правда жаль Черт подери Я богат Мне нужно правосудие, как у Симпсона Может быть, дадут условный срок? Нет В этом штате мошенничество первой степени Это минимум от трех до пяти Придумал Подкупи судью Не буду я его подкупать Подкупи Брось Подкупи Не буду я подкупать Подкупи Нет, нет, нет Я сказал Такими вещами я не занимаюсь И никогда не буду Хочешь подкупить судью, пожалуйста Уверен, любой жулик с улицы С радостью тебе поможет Лю Поппер Адвокат Берусь за все Мэл Ты уволен Мистер Поппер Ваш клиент готов к зачтению приговора? Да, Ваша честь Вы бы хотели что-нибудь сказать, прежде чем суд вынесет приговор? Ваша честь, мой клиент обвиняется в мошенничестве первой степени В преступлении, которого он не совершал Даже будь он виновен, а его клиенты обмануты Разве плохо, что мистер Минтон, как житель Лос-Анджелеса, получил эти деньги Тем самым сохранив их в обществе А не какие-нибудь цыгане или приезжие мексиканцы Которые, безусловно, лишили бы всех нас с вами этих денег Прошу вас принять это к сведению Мистер Минтон, вы приговариваетесь к отбыванию заключения сроком не менее трех лет В государственной исправительной тюрьме в Эрлейн В таких случаях приговор вступает в силу незамедлительно Однако я откладываю ваше заключение на шесть месяцев Чтобы вы могли реорганизовать ваш благотворительный фонд По обучению отсталых детей музыки Спасибо, судья Да, суд окончен Обучение отсталых детей музыки? Подвернулась Патраку Я просил подкупить его Я подкупил Сто тысяч в Крюгерандах нынче не котируется Но выиграли? Нет Не понимаю, мы подкупили судью, а я все равно получил три года Судья сделал все, что мог И у тебя полгода, чтобы привести дела в порядок Мои дела и так в порядке Как юрист советую тебе отправиться в отпуск в Бразилию В бессрачный Звучит здорово Я не могу Эти Крюгеранды были моей последней наличностью Остальные деньги заморожены в банке Я не собираюсь бежать и оставлять 7 миллионов баксов Что ж, Стэн Как говорил мой старик Зашел в раздевалку Готовься увидеть перцы Что? Это еще что значит? Это значит, что надувая людей Однажды придется сесть в тюрьму Спасибо, ты меня успокоил Эй, я продажный юрист Я знаю, что однажды меня посадят Но я же не плачу из-за этого, видишь? Стэн, не торопись, ты подавишься Я должен наесться Говорят, тюремная широчка полная отстой Я рада, что у нас целых полгода прежде, чем ты... Ну, понимаешь? Не то слово Я мог бы уже быть в тюрьме Этот Поппер просто гений Мне будет ужасно одиноко без тебя Я знаю, милая Но думаю, мне разрешат посещение Я бы мог удовлетворять тебя раз в месяц Неплохо Конечно, здорово Но я думала, мы могли бы придумать что-то сейчас Чтобы мне не было одиноко потом Например? Ну, например Например, завести малыша Минди, ты что, рехнулась? Я просто... Меня не будет всего три года Пять максимум Куда денешь ребенка, когда вернусь? Отдашь в детский дом? Это жестоко Но мы могли бы его оставить Минди, сколько раз мы это обсуждали Это так эгоистично, рожать ребенка на этот свет Где одни страдания, голод и войны Это эгоистично Я знаю К тому же, ребенок испоганит наш образ жизни Мы не сможем отдохнуть, когда захотим Они все ломают, плачут все время У тебя будут морщины Конечно Да, морщины Ужас, не так ли? Давай, издевайся надо мной О, Минди, брось Ладно, можешь завести собаку Тогда я уйду Еще один стейк, сэр Д Scotтое Минди закроем Вот чем же Что будешь? Присни скотча. У нас виски? Плохо, конечно, но сойдёт. У тебя 75 центов. Идёт. Сдачи не надо. О, что ж. Да, ещё. Собственность государственной тюрьмы. У тебя что, проблемы? Нет, нет, я... Я хотел спросить. Вы были в тюрьме, да? У тебя проблемы. Нет, я... Я сажусь в тюрьму. Но я... Я раньше там не был. И, может, вы мне расскажете, что к чему. Я дам сто баксов. За разговор? Сколько ты получил? От трёх до пяти. Где? В Эрлейн. В Эрлейн? Хреново, Стэн. Охране на всё плевать. Зэки целыми днями мочат друг друга. Как же я там буду? В смысле, если бы ты меня увидел, ты бы меня замочил? Скорее, изнасиловал. Изнасиловал? Да. Значит, это правда. В тюрьме все становятся геями. Я и так гей. Но насилую я только в тюрьме. Ты гей? Да. Это бар для геев. Ну что, повтори. Мне понравилось. Слушай, изнасилование не от секса. Это акт насилия. А тюремная жизнь – сплошное насилие. А тебе судят по тому, как другие тебя боятся. Изнасилование – крайняя стадия унижения. Значит, ты опасный ублюдок. Значит, ты насиловал? Я этим не особо горжусь. Вообще-то, я не оправдываю эту практику. Но иногда следуешь ей, чтобы не отставать от других. Но ты понимаешь, такие, как ты, лёгкая цель. О, боже. И что же мне теперь делать? Вступай в банду. Ты расист? Да нет. Значит, нацисты отпадают. Есть связи на улице? Нет. Может быть, ты латинос? Вот так. Похоже, тебя все будут иметь. Ладно. Ладно, я могу быть расистом от трёх до пяти. Самым настоящим расистом. Хорошо. Можешь пойти к нацистам. Отлично. И тебя будут иметь только они. Будут иметь нацисты? Ни за что. Что же ещё можно сделать? Может, я могу как-нибудь создать образ чокнутого уголовника? Если замочишь зэка. А без убийства? В твоём случае мало шансов. А наколок у тебя нет? Наколок? Татух. Да, да, да. Я рос без мамы, поэтому... 18 лет сделал тату. Мама, заказывай ковровую дорожку к своей заднице и табличку открыто. Стэн? Меня изнасилует! Стэнни! Стэнни! Милый, просыпайся. Уже два часа. Доброе утро. Добрый день, Стэн. Я принесла тебе сок. Это был дурной сон. Мне всё приснилось. Что именно, детка? Это был ужас. Я должен был сесть в тюрьму, а меня хотели изнасиловать. Но вот я здесь, в своей кровати. Это был лишь дурной сон. Но ты ведь и собираешься в тюрьму, да? А? Тебе ведь в тюрьму через полгода. Нет! О, милый, всё хорошо. Моголь может произойти за полгода. Что произойдёт, Минди? У моего ануса вырастут зубы. Нет, глупый. Ты найдёшь выход. Ты всегда его находишь. Что ты сказала? Ты всегда находишь выход. Точно? Всегда. Моя детка готова завтракать? Минди? Что у меня было в детстве? Ничего. В детстве у меня ничего не было. Отец-алкаш не проявлял ко мне никаких чувств. Летом я работал в кафе мороженое. Ел томатный суп на ужин. Никто ничего мне не давал. По правде я влачил жалкое существование. Но посмотри на меня теперь. У меня роскошное имение. Я езжу на Ламборджини. У меня летний дом на озере. Домашний кинотеатр от Бэнга и Олфсона. Красавица-жена. И кого я должен благодарить за всё это? Себя. Больше никого. Себя. Я победитель. Я всегда ставлю себе цель. И еду к ней. Поэтому, когда я говорю, что меня хрен кто изнасилует... Меня хрен кто изнасилует! Да! У меня есть пара задумок, но сначала немного странный вопрос. Вы можете наколоть что-нибудь вокруг моего сфинктера, чтобы он стал менее привлекательным? Стэнли, давай спать. Нет, не сейчас. Минди 19... 25. Всё. Видишь, какой рельеф. Какие мышцы. Новая вена. Я вижу сексуального мужчину. Правда? Интересно, что будет дальше. Возьми меня, милый. Минди... Мне скоро в тюрьму. Но не сейчас. И пока я буду там, мной захотят воспользоваться. Давай не будем об этом. Минди, это важно. Я делаю всё, что могу, чтобы этого не допустить. Но если это случится и меня изнасилуют... Стэн! Пусть первый раз. Это сделает тот, кого я люблю. Стэн, я не могу. Прошу, Мин. Ради меня. Ну... Ну, ладно. Хорошо. Ради меня. Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Сконцентрируйся. Стэнли, сконцентрируйся. Я не могу, мне скучно. Если тебе скучно, то уходи. О, брось, Чо. Мастер Чо. Мастер Чо. Я хожу сюда уже неделю, а до сих пор ерундой занимаюсь. Когда я научусь, как драться. У меня жёлтый пояс. Никто не боится жёлтого пояса. Что? Думаешь, ты готов к повышению? Да, именно. Ладно, вот твой шанс. Эй, Сеймур, идём. Ладно. Мне драться с малявкой? Ладно. Стойку! Ладно, Сеймур. Покажи, что умеешь. Полегче! Нет, Стэрли! Что? Получил! Можешь забыть о возмещении. Это всё, что ты умеешь. Слабак. Прикольная у тебя техника. Ты дерьма не сможешь выбить из мешка с дерьмом. А у тебя получится. Вопросы есть. Минди! Ужин почти готов. Минди, прекрасные новости. Стэн, что с тобой случилось? Неважно. Я встретил отличного парня, и представляешь, он будет моим тренером. Правда? А кто он? Мастер. Здравствуйте. Мастер. Он будет жить с нами и учить меня. А я заплачу ему, как только мои счета разморозят. Контракт. Да, сейчас составлю. Мне очень жаль, мастер, но в этом доме не курят. Теперь курят. Я разогрею ещё одну порцию ужина. Милая, ты снова молодец. Ты отлично всё подогрела. Скажите, мастер, откуда вы? Вот. И что вас привело сюда? Наверное, работа? Я там, куда ветер меня гонит. Правда, он супер. И сколько вы преподаете искусство самообороны? Женщина. То, чему я учу, не искусство. Это наука. Тонкое сочетание самых смертоносных элементов каратэ, кунг-фу, винчун, краф-мага, муи-тай, савата и филиппинского кали. Моего любимого. У-у-у! У-у-у! Я нахожу слабости и превращаю их в силу. Жир я превращаю в мускулы. Я нахожу в алтерии и превращаю их в автосный стоматит. А сомнение я превращаю в волю. Уберите ее! Что убрать? Руку. А. Я и забыл про нее. Пойду посру. На здоровье. Стэн, милый, ему обязательно жить здесь? Мастеру? Он меня пугает. Я знаю, меня он тоже пугает, поэтому он и будет меня учить. Но, Стэн... Слушай, хочешь, чтобы я выжил в тюрьме? Конечно, хочу. Тогда не спорь со мной об этом. Вот увидишь, ты привыкнешь. Подъем. Вставай, тряпка. А! А! Какого черта ты здесь делаешь? Пора начинать тренировку. Сейчас пять утра. Угу. Это печенка? Это твой завтрак. И чем дольше будешь тянуть, тем больше живительных соков я выдавлю из нее. Они тебе еще пригодятся. Ладно, я встал. Но готов ли ты? Смотри, что я нашел у вашей кровати. Это слабость. Это пораженчество. Вообще-то нам это понравилось. Ешь. Иди за мной. Рукой. Теперь ногой. Вей со всей силой. Я смешала ту гадость, что вы просили. Купила ее в корейском квартале. Надо же здесь есть корейский квартал. Слишком много яиц. Рыбьего жира хватит. И бычьей поджелудочной железы. В следующий раз не жалей языка. Она тоже так говорит. Стэн! Я в порядке? Иди от него, женщина. Все хорошо. Встань и пей свой обед. А ничего повкуснее вы найти не могли? Любишь хот-доги? Еще бы. Не выпьешь это. Парни в тюрьме накормят тебя кучей хот-догов. Я так быстро дам тебе пинка, что ты даже не почувствуешь. Да неужели? Ты что, не дал мне пинка? Я не почувствовал. Оль, это интерпретация. Так, я беру тайм-аут. Вы уже час бьете моего мужа горящей палкой. Может, вместо этого вы придумаете какое-нибудь ролевое упражнение? Уйди, милая. Это мужские дела. Давайте, мастер. Ау! 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 Не хочу вас обидеть. Я понимаю, это укрепляет мои соски. Поверьте, это ужасно больно. Один вопрос. Насколько важно иметь сильные соски? Однажды эти соски могут спасти тебе жизнь. Ты то, то, что ты ешь. Вы уверены, что это восточный мистицизм? Просто нас учили этому еще в третьем классе. Молчи, женщина. Я имею в виду вся эта боль и иллюзия. Это все выглядит очень загадочно. Но ты то, что ты ешь, это даже я знаю, а я из Омахи. Какой часть Омахи? Данди? Счастливая лощина. Вы из фермы? Мог бы и догадаться. Эти детские, девчачьи бедра явно не могут быть с этого распутного побережья. Ээээ, ничего, что я тут скорпиона ем. Дерзкий глупец. Ты потерял право есть скорпиона. Супер. Пообедал. Спасибо, милая. Стэн, так не пойдет. Но мастер сказал... Мастер кретин. Тш. Да. И он псих. Весь дом провонял. Что, обязательно курить в каждой комнате? И наедине мы остаемся только в постели. И ты всегда слишком устаешь. Эй, у меня пять месяцев и за решетку нужна концентрация. Я должен думать, есть, дышать тюрьмой. Но другое у меня нет времени. И что, даже на меня? Знаешь что, когда мы закончим с мастером, я возьму пару фильмов и мы разляжемся перед телеком, как раньше. Идет? Правда? Минди! Какие-то люди в доме! Что? Они сейчас изнасилуют тебя! Что? Бугаи! Они хотят поиметь тебя. По очереди. А где мастер? У них оружие. Они убили его. Мы пропали! Тебя изнасилуют! О, Боже! Изнасилуют! О, Боже! Изнасилуют! Изнасилуют! Ну вот. Видишь, каково мне? Что? Страх изнасилования. Вот с чем мне придется жить три года. Так значит, никто не врывался в дом? Разумеется. Но теперь, надеюсь, ты с пониманием отнесешься к тому, что меня ждет в ближайшее время. Ах ты, сукин сын! Да, ты расстроена. Ах ты, сукин сын! Не надо выражаться. Ах ты, сукин сын! Ау, Минди! Минди! Сволочь! Минди! Сволочь! Светина! Минди! Минди! Минди, что ты делаешь? А ты как думаешь, я ухожу от тебя? Из-за дурацкого розыгрыша? Да ты, когда успокоишься, я уверен, что ты поймешь. Дело не в дурацком розыгрыше, а во всем. Ты только о себе и думаешь. Ты самый эгоистичный человек в своем роду. Самый! Прости, эгоистичный? Просто смешно, честное слово. Я давал тебе все, чего ты только хотела. Смеешься? Я дал тебе этот дом. Он на твое имя. Я сделал тебе сиськи. Ты сам захотел. Ты сказала, что Ламборджини маленькая, и я купил вторую машину. Подумаешь? Порше Спидстер 55-го года! С задним сиденьем! Меньше, чего ты хочешь, я все сделаю. Я же говорила, хочу ребенка, кретин! Опять? Ладно, хорошо. Будет тебе чертов ребенок. Правда? Не совсем, но мы будем ходить к людям, у кого есть дети. Прощай! Давай, уезжай! Ты мне не нужна! Мне никто не нужен! Минутку! Да! Я ведь детей руял? Еще! О, Боже! Минди уехала. Да! 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 О, Боже! Хорошо. Еще! Теперь начнется настоящая подготовка. Мне некогда, учить тебя всем пяти пальцам смерти. У нас есть время лишь на один. Выбирай. Ладно. Стой. Этот. Держи. Держи. Теперь ты. Держи. 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 Кулинария. Не смотри на то, что ты делаешь. Чувствуй. Чувствуй. Почувствовал. Больно. Ты должен научиться чувствовать врага. Знать его намерения. Если он на расстоянии, ты должен приблизиться. Если он слишком близко, отогнать его на расстоянии. А если твой враг и близко, и на расстоянии одновременно? Тогда закрой глаза, пошире открой рот и смотри, не обослись. А это что? Это я подобрал в Шаолиньском монастыре. А для чего они? Твой обед. Брюс Ли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, не так близко. Никогда не радуйся раньше времени. Я запомню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Миссисипи-5, Миссисипи-6, Миссисипи-7, Миссисипи-8, Миссисипи-9. Боже, потрясающе! Это что? Видел бы ты его. Для меня это пустяки. Сигареты настолько нарушили мое кровообращение, что я даже не чувствую своих рук. Так вот в чем фокус. Угу. Выпьем за Стэна Минтона, моего второго лучшего ученика. Второго лучшего? А кто первый? Надеюсь, ты никогда этого не узнаешь. Он использовал то, чему я его научил, не для защиты, а для злых дел. Ах! К черту его! За номер два. Дедна. У Стэна остался последний тест. Сегодня. Вот как. Ладно. Как скажешь. Школа карате Мастера Чо. Добро пожаловать. Привет, Чо. Забыл? Для тебя Мастер Чо. Мастер Чо. Или Мастер Баттер Чо. Я не понял. Все ты понял, урод. Ты что, напрашиваешься, мистер? А ты что, так и будешь? Дрочить. Ну все. Да. Очень хорошо, Стэн. Ты не проводишь меня до машины? Хорошо. Мне здесь как-то не по себе. По-моему, азиаты меня не любят. Ну вот, осталось подняться по лестнице, и срок начнет капать. Кстати, планы немного изменились. Вчера звонили из тюремного бюро. Тебя отправляют в Оксбург, а не Верлейн. Почему? Кто знает. Бюрократия. Это уже не важно. Давай, ты справишься. Да? Да. А Минди или ее адвокат звонили насчет развода? Хотя мне все равно. Ладно. Увидимся через три года. Ну, что думаете? Что лучше тебе бежать отсюда. Мне нужно пиво. Не садитесь в машину. У вас выдастся сначала. О, Боже. Убийца мамы. Первый раз здесь. Эй, дед. У тебя есть имя? Еще раз со мной заговоришь, соски откручу. Чувак, мне тоже страшно, но там вряд ли так страшно, как говорят. Там страшнее, чем говорят. И чем раньше вы это поймете, тем лучше. Скажи им. Ты тоже узнаешь. Очень скоро. Я что тебе сказал? Черт подери. Добро пожаловать в Оксбург. По причинам, на которые мне откровенно наплевать, вы, господа, оказались под моим надзором. Я начальник тюрьмы Фрэнсис Гэскуи. Но можете звать меня босс. Здесь, в Оксбурге, есть лишь одно правило. Не связывайся с боссом. То есть вы не докучаете мне и не докучаете моим людям. Что вы, скоты, делаете друг с другом? Это ваше дело. Прямо за вами находится мой сад. Кого поймают писающим там? Лишится своего члена. Сержант Буллок отведет вас в медпункт, где вас разденут и досмотрит все ваши щели. Уверен, вам понравится. Так, господа, колонну по одному. Давайте живо носом в затылок. Так, хорошенько нагнитесь. Какого черта ты визжишь, как гребанная девчонка? Сержант, там. Господи Иисусе. Как будто чужой смотрит прямо в душу. Добро пожаловать! Ваше новое жилье, любезно предоставленное штатом. Живее, мальчики! Здорово, приятель. Да, похоже, мы сокамерники. Меня зовут Ларри. Ну, можешь звать меня Карлик. Карлик? Ты на моей койке. Что? Это моя койка. Проваливай. Хо-хо-хо-хо! Нет-нет, погоди минутку. Это моя койка. Кто дал тебе право... Ау! Уй! Я сказал, это моя койка. Да. Пожалуй. Пожалуй. Лучше смени простынку. Я вроде как импульсивный мастурбатор. Это твоя койка. Правда? Конечно, конечно. Спасибо, дружище. Думаю, мы с тобой отлично поладим. Эй, дай пять. Я не жму руки. Ну, как скажешь. А как же тут хороша дрочица. Скажи мне, Карлик, кто здесь самый крутой? Кто главный драчун в блоке? Главный драчун? Тут много таких. Вон Клеон. Он главарь Королей Алмазов. Это банда чёрных. Однажды он кулаками забил зэка насмерть. Хороший рига. Или Хуанита. Он главарь мексиканской банды. Крутой чел. Эй, ни в коем случае не подходи вон к тем парням. Чтобы выразить своё я и различить... Это саентологи. Да, они же слабаки. Ага. Они тебе весь мозг вынесут и оставят без гроша. Отделите страх. И ещё, есть он, нацисты. Крутых у них нет, но они никогда не дерутся по одному. Они всегда нападают толпой. Их главарь Петерсон – настоящая мразь. Его дядя – глава арийской нации. Ты не так меня понял, Карлик. Кто самый опасный сексуальный хищник в блоке? Ух, ну это просто... Бугай Реймонд. Совершенно ненасытный. Псих. Другие чёрные с ним не связываются, но если придётся драться, они будут за него. Бугай Реймонд, значит. Можно одолжить? Да. Спасибо. Стэн! Стэн, подожди, ты куда? А ты думал сигареты на халяву? Так, что ли? Я заплачу, просто у меня нет денег. Думаешь, мне нужны деньги? Извини. Отвали, урод. Тобой я позже займусь. Ты обозвал меня уродом? Да, и что? Эй, народ, все слышали? Бугай Реймонд просто так назвал меня уродом. Разве так можно? Я же не называл его жердяем. Я же не говорил, что собачье дерьмо красивее его. Я же не говорил, что у его мамаши между ног воняет яичным салатом. Хоть это и правда. Да! Уху! 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 Ха-ха-ха! Да! Ну и кто теперь урод? Урод. А, братан, так оделать нигера, дай пять. При мне так не выражайся. Это мерзкий расизм. Клёвая шутка. Ну ладно, братан, слушай меня. Мы хотим, чтобы ты был с нами, потому что эти нигеры, они... Я сказал, при мне не выражаться. Пустите меня! Замочим его! Я сам, я сам, сам! Не лезьте в своё дело, Клеван. Да брось. Только не говори, что вступишься за этого жирного придурка. А ты видел цвет кожи этого жирного придурка? Эй, опять за старое. Вы что, Дискавери не смотрите, а, парни? Они провели тест на ДНК. Мы все из Африки. Это доказанный факт. Внутри я такой же, как и вы, нигер. Взять его! Взять его! Дверь! Подожди. Посмотрим, чтобы у них... А! О! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Клеон, хочешь со мной драться, придётся со мной драться. Я понимаю. Забирай свои зубы. Сейчас. На этот раз я оставлю их тебе, но подкатишь ещё раз? Повешу их на шею, повешу их на шею, как трофей. Вы что, мне не поможете? Я потерял свой премоляр. Надо бы добиться. Я не могу. Кто-нибудь вызвать от Садонца? Я смотрю, мистер Минтон знакомится со своим новым окружением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо, 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 осторожно, смотрите. Пошли вон, живо. Чёрт, вкусно. Не знаю, чего все жалуются. Ты шутишь? Эй, друг, большое спасибо тебе. За что? Ну, что, помог мне тогда с Рэймондом? Я помогал не тебе, а себе. Я должен был убрать главного ублюдка в блоке, а он говорил с тобой. Ладно. Но знаешь, я... Знаешь, кажется, он хотел трохнуть меня. Поверь, для тебя я лишь отсрочил неизбежное. Ой, какая девочка. Детка, детка! Да. Всё равно, спасибо. Как тебя зовут? Не стесняйся, скажи привет. Иди ко мне. Зачем так жёстко с парнем-то? Меня это не касается. Пусть всё так и остаётся. Ясно? Угу. Угу. Минтон, начальник ждёт тебя. Вставай. Меня? Да, живо. Руки за спин. Войдите. Минтон, я рад, что вы здесь. Снимите с него наручники. Вы уверены, босс? Я же сказал, снимай. Сэр, я... Я уже снял. Главное, сместить кисть. Какой кошмар! Подождите снаружи. Садитесь. Начальник, если это из-за драки, то... Сигару. Спасибо. Брэнди? Можно. Вам, тюремщикам, пора жаловаться. Потому что в фильмах вас показывают какими-то засранцами. Ну, я не собираюсь всю жизнь быть тюремщиком. Вот как? Скажите, Минтон, что вы думаете об этом месте? Сойдёт. Для тюрьмы. Не о тюрьме. О земле. Довольно обширная площадь. Отличный вид на холмы и город. Нулевой уклон. Думаю, под нами скальное основание. Лёгкий доступ к центру. Неплохой потенциал для развития. Жаль, что здесь тюрьма. Именно. Знаете, вы не случайно оказались в Оксбурге. Мне пришлось напрячь кое-кого, чтобы получить вас. И для чего вам это? Что ж, идёмте. Оксбург и Стейтс. Я негласный партнёр, так сказать, нескольких частных инвесторов, которые хотели бы построить на этой земле элитные дома под таймшер. По-моему, вы эксперт в этом деле. Да. Конечно, всё это возможно при условии, что тюрьму когда-нибудь закроют. Логично. Знаете, я в тюремном бизнесе. Я умею ломать людскую волю, подавлять дух, но это контракты на недвижимость. Они ведь могут и жизнь сломать. Поэтому вы здесь. А мне что с того? А вы хотите выйти отсюда через год? Ну, у меня обязательный минимум. Начальники тюрем имеют право предоставлять досрочное освобождение. Особенно не опасным заключённым, отбывающим первый срок. Тюрьмы забиты, знаете ли. Система продажна. И я тоже. Роскошные места должны быть ближе к лагуне. Это удвоит ренту. Плюс стоянку сделать подземной. Это восемь дополнительных мест. Какой кретин делал этот макет? Но как избавиться от тюрьмы? Это уже моя головная боль. Расскажите мне ещё про места под стоянку. Расскажите мне. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-лай, Багабу-до-стою. Багабу-до-багабу-до-багабу-до. Багабу-до-багабу-до-багабу. Теперь шрам останется, псирик. Хочешь взять заточку? Она из расплавленной зубной щётки и бритвы. Очень креативно. А это из трёх кусков мыла и шнурка. Да я тебя умоляю. 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 Эй, Стэн, что ты сделал с Петерсоном? Немного помел его. А что? Кто-то вставил ему затычку в задницу. Говорят, он теперь месяц срать не сможет. Теперь я знаю, что такое Шаденфройд. Что? Шаденфройд. Это по-немецки. Кайф от того, что кто-то вторгся в ванну с твоего врага. Эй, ты на меня попал. Все отлично. Эти парни дужки. Отлично. Эй, слушай, друг. Мне нужна помощь. Адвокаты Минди не отвечают на мои звонки. Если ты хочешь покончить с этим разводом, тебе придется связаться с ней лично. Стэн! Да, я займусь этим. Что там с апелляцией? Можешь не верить мне, но мадам Форман сейчас прямо передо мной. Отлично. Мне пора. Долг зовет. Спасибо, Лео. Я позвоню. Вы, случайно, не Шарлистеро? О, выпали. И я убедил их обменять говядину на конину. Правда? Это Стэн. Минтон, хочу представить вам мистера Дэнга. Он член Совета правления тюрьмы. Вьетнамскую мафию уже пускают в правление тюрем? Наколки на пальцах. Как ты и сказал, Стэн, система продажна. Семья мистера Дэнга также мой партнер по Оксбург и Стейнс. О, хорошо. Я как раз смотрел контракт. Здесь довольно туманная формулировка по поводу взаимных обязательств. Уверен, это не специально, но это может выйти для вас боком. Правда? Я скажу юристам все немедленно исправить. Знаете, у меня есть отличный юрист. Это его конюк, Лю Поппер. Поппер? Я непременно с ним свяжусь. Идем, Дэнг, посмотрим шоу. Похоже, эти дикари уже готовы к проверке. Дай мне еще несколько недель, они будут совсем готовы. Надеюсь на это. Клубнички не желаешь, Дэнг? Я выращиваю ее в своем саду. Спасибо. Минтон, клубничку? Нет, спасибо. Наверное, рановато сорвал. Боюсь, не в этом дело. Они чертовски меня боятся. Хорошо, Стэн. Хоть кто-нибудь бросил тебе вызов? Не, у меня все под контролем. В чем дело, Стэн? Ты звучишь отстраненно. Не знаю, просто... Вы никогда не чувствовали жалость к кому-нибудь? Ты спроси еще, жаль ли мне тех личинок, что я каждое утро милю себе в кофе. Вот и я чувствую так же. Ладно, мне пора. Не подведи меня, Стэн. Да, Стэн. Да, да, да. Давай же. Просто меня испорцишь. Используй? Нет, нет. Ты меня любишь? Да, да. Докажи. Докажи. Черт. 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 Докажу. Ты меня любишь? Да. Алло. Одну минуту. Да, да. Приветствую. Мне кажется, кажется... Ты меня любишь? Кажется. Одна форма в одном оргазме от того, чтобы дать тебе апелляцию. Отлично, Лю. И пошло. Тебе Минди или ее адвокат не звонили? Нет, но не говори, что я зря ем свой хлеб. Привет, парни. Кажется, я не заказывал китайской еды. Хотя от десерта не откажусь. Кому пишешь? Да так, никому. Ты весь вечер строчишь, а говоришь, что никому. Пойми, я здесь уже очень давно и со многим смирился, например, что до конца жизни просижу в этой вонючей дыре. Но лишь об одном я жалею, что у нас ничего не вышло с Миоси. Она была единственной, кто любил меня таким, какой я есть. Я был слишком упрям, чтобы это понять. Все оба отдал, чтобы поступить с ней иначе. А как ты поступил? Убил ее. Да. Алкоголь никогда не открывал вам не лучшие черты, Стэн. Дорогая Минди, в последнее время я много думал о тебе, о нас. Теперь я понимаю, ты была права. Я был упрямым эгоистом. Уйти от меня было лучшим твоим решением. А я был неправ, потому что обижал тебя. Теперь я понимаю, почему ты хотела ребенка. Это еще одна возможность любить друг друга. И еще сильнее. Надеюсь, однажды ты сможешь простить меня. С любовью, Стэн. Ну-ну, детка. Я знаю, что вы хотите вернуться к своей качалке, баскетболу и мастурбации. Так что постараюсь покороче. Я выбрасываю все эти жестокие видеоигры и фильмы. Отныне у вас будет более полезное развлечение. И, честно говоря, в той рэп-музыке, которую вы слушаете, слишком много ненависти к женщинам. Что это за фигня? Вы любите женщин, так? Никто не будет возражать, что мексиканцы в этом лучше понимают с их мариачей и сальсой. Под них легко танцевать, и от них не устаешь. Карлик, включи нам. Сейчас. Сейчас. Мне нравится ir по passat利esesostmos И по páschалке. И по минуту. Субтитры сделал DimaTorzok Последнее и самое важное. В этой тюрьме больше не будет изнасилований. Вот именно. Каждый изнасиловавший другого зэка будет отвечать передо мной. И ему не сдобровать. Можно? Большой стенд. Да, Хуанито. Почему ты суёшь свой нос не в своё дело? Мои люди агрессивные и суровые. Иногда им нужно куда-то выплеснуть лишнюю энергию. Тебе-то что? Что ж, молодец, хороший вопрос. Спасибо. Какое мне дело? Мне это просто не нравится. И я объясню, почему. Робби, подойди сюда. Да, ты, Робби Хиппи, подойди, давай. Ну, всё, всё. Робби, на какой срок тебя посадили в тюрьму Оксбург? От пяти до десяти. От пяти до десяти лет. И что ты сделал, чтобы заслужить такой срок? Толкал им марихуану. До черта марихуаны. Спасибо, Робби, садись. Он продавал траву. Он толкал марихуану. Я не буду рассуждать о наркополитике стран. По мне, она слишком мягкая. Слова, Робби! Неважно. Но только потому, что Робби виновен в продаже дури, это не значит, что он заслуживает, чтобы его имели в задницу каждый день следующие десять лет. Это просто нечестно. Кто-то из вас здесь, потому что постоянно пьёт за рулём. Кто-то из-за пристрастия к кокаину. Кто-то ограбил банк. Я тебе, Лиотис. Но не насиловать же вас за это. Это просто нечестно. Да, Кернехэн. А осуждённых за изнасилование можно насиловать? Да, точно! Насильников? Что ж, наказание с размер на преступление. Валяйте. А как насчёт педофилов? Да, их тоже. Кто-нибудь ещё? Большой Стэн. А фальшиво-монетчиков? Что? Фальшиво-монетчиков? Бугай, Рэймонд. Кроме тебя, их здесь нет. Минуточку. Ты просто хочешь, чтобы... Ладно, вот ещё что нужно прояснить. Между однополым сексом и изнасилованием большая разница. Бугай, Рэймонд. Кто-нибудь захочет заняться с тобой сексом? Итак, ну кто-нибудь, а? Вот так. Да. Да. Тайлер? Отлично. Привет. Развлекайтесь. Только предохраняйтесь. Прямо детский сад. Вот ещё что. Сестра! У этих двоих будет однополый секс по взаимному согласию. Это прекрасная вещь, в отличие от изнасилования, которое запрещено. Но ведь насильников и педофилов, их можно насиловать, да? Нет, нельзя. Что? Я передумал. Это плохая привычка, забудьте о ней. Эй, чем-то недовольны? Можете побить меня. Я так и думал. Ладно, свободны. Валите. Молодец, хорошая речь. Думаешь? Да. Надо было начать с какой-нибудь шутки. Нет, всё было отлично. Да? Да. Ты прости, что облажался с мариачей. Да, забудь. Эй, большой Стэн, зацени наших пташек. Открывайте. Я рад за них. У меня для тебя кое-что важное. Дай поесть, а? Большой Стэн. Дело есть. Только быстро. Спасибо тебе за то, что ты сделал. Я ничего не делал. Не говори, что ты это сделал не для меня. Это неправда. Ладно? Ладно. Спасибо. Да, спасибо тебе. Хулио! Быстро ко мне! Какого хрена ты там торчишь? Да заткнись! Вот дрянь какая! Пусть только придёт! Эй, большой Стэн. Мне понравились твои слова. Возьми нас в банду. У меня нет банды? Нет, есть. Вы приняты. Да. И я. Да, ты тоже. Все вы. Спасибо. Теперь можно поесть. Поебай, поебай! Я не специально. Нет, специально! У меня кое-что важное для тебя. От Минди? Она хочет меня видеть. Пожмите руки. И не ссорьтесь, а. До свидания. Круто. Спасибо. Прости, друг. Нет, ты прости. Правда, это я виноват. Эй, мы хотим мяч покидать. Ты как? С удовольствием. Удей нигерос. Целуй, нигеров. С днём рождения. О, спасибо. О, заточка. Ну да. С днём рождения. Комната для семейных посещений. Стэнли, медвежонок. Мне понравилось письмо. О, Минди. Я так по тебе скучал. Прежде чем мы продолжим, я хочу услышать три важных слова. Я был не прав? Умница! Это не тюрьма, а просто детский сад какой-то. Это Минтон. Что значит Минтон? Сначала он запретил насиловать, а теперь, если кого-то избили, он бежит и присоединяется к банде Минтона. Минтон избивает плохого парня. Он настолько их запугал, что они боятся даже смотреть друг на друга. Драк не было уже три дня. Но я же вчера видел, как Энгелберг дрался с этим здоровым мексикосом, Хэсусом. Нет, это была скорее любовная ссора. Энгелберг забыл про двухнедельную годовщину. Как опрометчиво с его стороны. Ну, они помирились. Видели бы вы, какой торт сделал Энгелберг. Просто чудо. Пошел вон отсюда и приведи сюда Минтона, тебе ясно? Да. Я сказал, сейчас же. Да, сэр. Бегом! Живо! Я правда думаю, что это был самый потрясающий секс в нашей жизни. По-моему, из-за разлоки ты стала сумасшедшей. Да, наверное. Я думаю, просто мастер открыл мне глаза. Он показал мне все эти позиции в Камасутре. Мастер? Ты виделась с ним? Да, он по-прежнему живет у нас. Еще я научилась массажу и укреплять вагинальные мышцы. Эх, он подлый, сукин сын! Минтон, время вырошло! Нет, Стэн, я... Босс хочет видеть тебя живо. Пусть подождет. Я не хочу, чтобы ты с ним общалась, ясно? Скажи этому долбанному мастеру, что я скоро отсюда выйду и надеру ему задницу. Лучше не говори. Я запрещаю тебе с ним видеться. Живо, я сказал! Минтон! Больше с ним не встречайся! Пошли! Я люблю тебя, Пончик! Бегом! О, бадонок! Думаю, ты не знал, что я наполовину медиум. Правда? Я могу заглядывать в будущее. Я и не знал. Позволь рассказать тебе, что произойдет через неделю. Совет правления приедет в тюрьму с инспекцией. И случится что-то ужасное. Заключенные найдут способ пронести оружие во двор. И вспыхнет настоящий бунт. А поскольку Совет правления будет ужасно напуган, мои люди будут вынуждены открыть огонь, чтобы остановить мятеж. В результате скандала Совет решит продать собственность вьетнамской семье, живущей в Сан-Петро. И после этого все заживут счастливы. Особенно я. Но если события, которые я предсказал, не сбудутся, я буду очень-очень расстроен. А когда я расстраиваюсь, наш знакомый мистер Дэнк начинает раскалывать людям черепа, как скорлупу у орехов. Я провел 35 лет своей жизни в этой вонючей дыре. И я не уйду отсюда без достойной компенсации. Твоя тюремная реформа закончена. Помоги нам, и ты получишь досрочное освобождение. И скольких убьют? Какая разница? Они животные. Булок! Проводите мистера Минтона в камеру. Да, сэр. Идем, Минтон. Стэн, тебя никогда не били двое азиатов сразу после секса с пожилой женщиной сомнительной красоты? Нет, не буду врать, Лю. Мадам Форман не отвечает на мои звонки. Лучше соглашайся на сделку с тюремщиком. Значит, другого пути нет? Прости, приятель. Все кончено. Ты в большой опасности. Выбирайся оттуда как можно скорее. Булок. Скажи, боссу я согласен. Я хочу выйти. Эй, Стэн, нацисты говорят, что лепёшка с Девой Марией фальшивка? Это очень обидно. Эй, нацисты говорят, Дева Мария бессильна, что Константин успокаивал византийских священников, дав им богиню для поклонения. По-моему, они просто насмотрелись исторического канала. Что? Что ты будешь с этим делать? Ничего я не буду с этим делать. Да что это с ним? Эй, Стэн, Стэн, бразильцы продолжают обзывать Фариба арабом. Я не араб, я перс. А я здесь при чём? Ты похож на араба. Слушайте, вы все, вы сами по себе. Ясно вам? Мне плевать, что вы сделаете друг с другом. Эй, парни! Клуб книголюбов. Вы же ненавидите друг друга. Так хватит притворяться. Ты ни черта не знаешь, Макбет? Да. Вот это другое дело. Большая, Стэн. Я сделаю. Я думал, ты за нас. Ты ошибался. Эй, братишка! Присядь-ка вот тут, мой белый брат. Бери у меня. Надо будет побрить тебя, сделать тебе пару наколок новую, а? Давай, ешь. Я в тебе ошибался. Мы все ошиблись. Не выходи завтра во двор. Слышишь? Да. В блоке Д находятся самые опасные преступники. Но здесь у нас человек, который исправился. И это пример для всех. Стэн Минтон. Стэн, хочу представить тебе совет правления. Ты сегодня не собираешься во двор? Мне и не здоровиться. Может, сейчас тебе станет лучше. В связи с примерным поведением Стэна сегодня будет слушаться дело о его досрочном освобождении. Что ж, пойдем дальше. Все начнется в 12.30. А в 12.35 я уже буду торговать недвижимостью. Стэн. Стэн, милый. Скоро я тобой займусь. Все в порядке? Обоими. Следующий заключенный 58.24. Дело Стэнли Минтона. Документы у вас. За время пребывания у заключенного Минтона было примерное поведение. И это его первый срок по ненасильственной статье. Стойте пока. Может быть, мистер Минтон, вы хотите что-нибудь добавить? Я просто хотел сказать, я многому научился и готов вернуться к работе. Хорошо. Приятно слышать. Вот двор, где заключенные занимаются спортом. Именно здесь Чарли Бабочка пытался перепорхнуть через ограду. В свете рекомендаций начальника тюрьмы Гэсквей, думаю, у нас отличный кандидат на досрочное освобождение. Мистер Минтон. Что скажете, если мы отпустим вас сегодня? Мистер Минтон. Я не говорил, что я риэлтор? Я тут присмотрел одно место недалеко отсюда. Поскорей бы им заняться. О, это похвально. Знаете, находясь здесь, я вступил в банду. Дьявольские педофилы. В общем, когда они выйдут, мы устроим лагерь рядом со школой грамматики. Надеюсь, это не проблема. Они прикольные, пока не пьют и не жрут метамфетамин. Но это только по выходным. Так вот, я риэлтор, я продаю. Но им об этом не нужно знать. Потому что в основном это старушки, не особо разбирающиеся в бумагах. Если ваша бабуля еще жива, я отличную сделку предложу. А когда я с ней закончу, ей придется отсасывать под аптечной стойкой, чтобы заплатить за лекарство от артрита. Сразу двум. Прикиньте, как настоящие порнухи. Кстати, клевая рубашечка. Серьезно. Вы не расстегнете пуговку? Хочу на сиськи посмотреть. О, как сексуально. Дайте взглянуть. Я прикоснусь только к одной. Можно? Пожалуйста. В освобождении отказано. Верните его в камеру. А какого цвета соски? Наверняка розовые или бледно-коричневые. Они четвертак или с доллар? О, Стэн, ну что? Отстань от меня. Я спешу. Не бойся, Стэнли. Я продолжу заботиться о твоей жене, пока тебя нет. Спасибо, друг. Не за что. Я ценю общество Минди, поскольку пристрастие к сигаретам сделало меня импотентом. Я редко общаюсь с прекрасным полом. Импотентом? Я думал, курение — это круто, но мой вялый член мне твердит на всех языках бомбан. Ты импотент. Это же здорово. Не сказал бы. Я люблю тебя. Я напишу тебе. Ладно. Вот молодец. Я люблю тебя! Он бежит! Красный код! Офицер ранен. Прошу вас, проходите. Проходите. Я не призвала тебя. КОНЕЦ КОНЕЦ Девушки отдыхают Только не говори, что ты тоже учился у мастера Я его номер один Этого я не предвидел Теперь уже поздно, тебе ничто не поможет Да неужели? Почему? Полегче Это и было полегче Я хочу шоколада! Давайте подолью Спасибо Ну как вам? Все просто замечательно Согласен Не думаю, что мастер тебя приготовил к этому Сейчас увидишь прибор Мне нравится все больше и больше У них это что, оружие? Кто-то забыл укрепить свои соски Покончим с этими ублюдками Похоже на бунт Девушки отдыхают Я слишком рано праздновал Надо... надо остановить это немедленно Кулак Приготовиться к стрельбе Кулак Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Палец смерти. Ты прав. Не знаю, учил ли тебя мастер этому. Сейчас потанцуем, ублюдки. Готовься сдохнуть, тварь. Огонь на поражение. Не драться! Давай, давай, стави! Давай, давай! 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 Ando cerca de mi hoguera. Siento mi felicidad. Cantándola a mi gana. Que me está baleando ya. Me gusta ir por los caminos. Me gusta ir por los caminos. Y canta en libertad. Me gusta ver la estrella. Y la noche junto a armado. Y la noche junto a armado. Y la noche junto a la noche. Y la noche junto a mi gana. Дай сюда. Что вы делаете? Восстанавливаю порядок. Начальник, все кончено. Здесь столько свидетелей. Все кончено. Ты меня подставил. Мин, когда ты этому научилась? А чем, по-твоему, я занималась с мастером последние полгода? Слава богу. Ты побил Денго. Но ты все равно будешь номером два. Номером два? Она тебя отлупит. Я не против. Приготовиться. Три года спустя. Стой-ка. Блок. Рукой. Ногой. Двойной удар. Приготовились. Блок. Рукой. Ногой. Двойной удар. Пора, мент. Минута, начальник. Отлично, парни. Спасибо, Роби. Ну что ж, народ, мне пора. Я тоже буду скучать. И я хочу, чтобы вы не обижали нашего нового гостя и лучшего продажного адвоката в мире, Лю Поппера. Запрет на изнасилование еще в силе? Скорее всего. Эй! Разрешаешь обнять Большого Стэна всем нам? Разрешаю. Давайте, парни! Только меня не трогайте! Не трогайте! Аккуратней! Эй, земель, я спасибо, что вернул мне мои зубы. На здоровье. Спасибо за все. Я многому научился. Не за что. Я тоже. Куда собрался? Я собрался домой. Большой Стэн останется здесь. О, да? Большой Стэн. Я Большой Стэн. Нет насилию. О, просто ужас. Друг, удачи тебе. Не шали. Пока, Стэн. Пока, Стэн! Устает полокамину. У-у-у-у. И в кантай-либерта. Бугай. Пока. Большой Стэн. Скажи пока. Молодец. Стэн! Милая. Милый. А где Минди-младшая? В машине. И снова капризничает. Да? И няня не справляется? Да. И кажется, он все еще тырит сигаретам. Да? Я поговорю с ним. Привет, милая. Привет, мастер. Скажи привет отсюда, дитя. Привет. Эй, говорят, ты ныкаешь курева. Тш-ш. Эй, как у нее с техникой. Отстой. Впрочем, как и у тебя в начале. Точно? Я и забыл. Стэн! Слушаю, детка. Поехали, милый. Режиссер Роб Шнайдер. Автор сценария Джош Лип. Фильмы снимались. Марсия Уоллес. Ричард Рил. Сали Кирклэнд. Ричард Кайнт. Саймон Ри. Пилар Шнайдер. Мама-роба. Дэн Хэггерти. Брэндон Малейл. Гураден Инносанда. Ахман Грин. Рэнди Кутюр. Брэндон Джексон. Дон Фрай. Петер Марк Васкес. Джим Коди Уильямс. Боб Сэп. Бадди Льюис. Джексон Рэдболн. Сальватор Зереп. Цуйоси Абе. Кливен Кейдж. Хенри Гибсон. М. Эммет Уолш. Скотт Уилсон. Дженнифер Моррисон. Дэвид Кэррадайн. И Роб Шнайдер. Питание на площадке. Алекс. Продюсеры. Джон Шнайдер, Марк Дипп, Роб Шнайдер, Дэвид Хэллери и Тимоти Уэйн Петтернелл. Оператор Виктор Хэммер. Художник по костюмам Бонни Стауч. Композиторы Джон Хантер и Джош Дебни при участии в Феррел Стоу. Автор музыкальной темы Джон Дебни. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственной технической базе киноконцерна «Мосфильм». По заказу кинокомпании «Центр Партнершип» в 2008 году. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственной технике. «Мосфильм Мастер-У Florida» на производственной технике. «Мосфильм Мастер» на производственное технике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok